Всем привет, с вами Сергей Алымов И недавно я задумался, а сколько у нас есть свободного времени в нашей осознанной жизни, которую мы можем потратить на себя Куда-то поехать отдохнуть, с кем-то увидеться, что-то посмотреть И сегодня мы узнаем, сколько свободного времени есть у обычного среднестатистического человека Поехали! Скажу сразу, что я не могу высчитать время персонально для каждого человека Кто-то долго сидит в туалете, кто-то не чистит зубы совсем Поэтому я решил взять какие-то определенные минимальные значения и вот здесь в ролике их огласить Круто! Удачи! Смотрите, средняя продолжительность жизни 70 лет То есть я хочу выяснить, сколько у нас есть осознанного времени, которое мы можем потратить на себя Давайте предположим, что с нуля до шести лет это начальный этап нашей жизни Ну, в котором, по сути, мы не можем полноценно контролировать наши действия То есть как выглядит наша жизнь Нас родители разбудили, отвели в садик, мы там поиграли, покушали Потом нас из садика забрали Мы пришли домой, покушали, поиграли, почитали, легли спать и все по-новой То есть я не считаю, что это то время, которым мы можем по-настоящему распоряжаться сами Я не хочу садик! Нет, я не хочу! А я хочу почитать именно осознанное время, в котором мы понимаем, что мы хотим И, соответственно, мы делаем, что мы хотим Тавтология, ну ладно То есть сразу от средней продолжительности жизни в 70 лет Мы отнимаем 6 лет, тот самый этап, в котором мы формируемся И у нас получается 64 года осознанной жизни Смотрите дальше, мы идем в школу Я наткнулся на статью, в которой написано, что если сложить часы за обучение за 11 лет То окажется, что среднестатистический россиянин проводит в стенах школы от 318 дней до 367 То есть в среднем за все время обучения школьники проводят 342,5 дня Это только обучение Дальше они приходят домой и выполняют домашние задания Всего учебный год длится 169 дней Ну тоже может быть там меняться плюс-минус, но все равно в среднем 169 Давайте возьмем минимальное время на выполнение домашних заданий Пусть будет это 30 минут, но это немного Я вспоминаю себя, иногда я там мог карту чертить только 1,30 минут по географии А там еще математика, русский и так далее Получается при таком раскладе, что за 169 учебных дней уходят в среднем 84,5 часа Это в год, а за 11 лет 39 дней То есть чисто сидеть, но он стопом делать домашку И очень важно здесь отметить, что я не учитываю время на подготовку к ЕГЭ Вот это просто отдельная категория, которую я не могу, к сожалению, просчитать Допустим, как бы не готовится человек к ЕГЭ Три первичных баллов, сука! Теперь дорога до школы Допустим, вы живете рядом со школой Но все равно вам нужно от дома до классов заложить примерно минут 10 хотя бы Там прийти, переобуться, то-се 10 минут, прям минимум То есть получается за 11 лет на дорогу до дома чуть больше 25 дней По итогу, на все обучение в школе у вас уйдет 1 год 42 дня Пошли в школу? Нет! Да всего лишь 11 лет Закончили школу, идем в университет Допустим, в своей жизни вы закончили только бакалавриат 4 года Когда я разбирался в этом вопросе, я наткнулся на статью, в которой написано Что за все время обучения в бакалавриате Академическая нагрузка составляет не менее 5400 часов Сколько? А потом я подумал, если в бакалавриате учиться 4 года Ну, соответственно, в среднем на учебный день уходит чуть меньше 7 часов Окей Но я скажу честно, мало кто из студентов на последних курсах сидит по 7 часов в универе Обычно там 2-3 пары и домой Поэтому я не буду считать отдельно время, которое уходит у студентов на выполнение домашних работ Курсовиков, каких-то там домашних задач Я просто возьму 5400 часов за 4 года обучения Так, а в днях это сколько? 225 дней мы тратим на универ Но, конечно же, до университета нужно еще идти Допустим, вам до универа нужно добираться 20 минут Кому-то ближе, кому-то дальше Но 20 минут это небольшая цифра Получается, за 4 года обучения на дорогу туда-сюда вы потратите чуть больше 22 дней То есть еще раз, за все время обучения в бакалавриате вы потратите примерно 247 дней Допустим, в универе вы нигде не подрабатывали Все, закончили уник, вам 21 год, нужно идти работать Куда идем работать? Правильно, 5-2, 40 часов в неделю То есть 247 дней в году вы будете работать Замкни свою пасть! Итого, на работу с 21 года до 65 лет Я еще 5 лет на пенсию оставляю У вас уйдет 86 944 часа Или еще раз, за 44 года у вас уйдет на работу почти 10 лет И это еще не все Я забыл сказать про дорогу до работы Предположим, что до работы вам нужно добираться 30 минут в одну сторону Опять, не сильно большое расстояние В таком случае, чуть больше 452 дней у вас уходит на дорогу В итоге, на всю работу вы потратите 11 лет 60 дней Держан, вставай на работу, пора Сон В среднем, человек спит 7 часов в сутки То есть, за 64 года вашей осознанной жизни Вы проспите 18 лет 248 дней Теперь переходим к бытовым вещам Как вы думаете, сколько времени вы тратите на чистку зубов за 64 года? Допустим, вы чистите зубы 2 раза в сутки по 2 минуты Значит, за 64 года вы простоите вот так вот с щеткой почти 65 дней Прикиньте, 65 дней 2 месяца вот так вот стоять Все мы принимаем душ Я решил загуглить, сколько люди тратят времени на душ В среднем 8 минут Я правда не знаю, кто принимает душ по 8 минут Я точно трачу побольше Настолько побольше, что когда я открываю счет за коммуналку каждый месяц Я думаю Здесь верно, ошибка какая-то В общем, если человек тратит ежедневно 8 минут на душ То за 64 года у него уйдет почти 130 дней А теперь ответьте на вопрос Как вы думаете, сколько вы тратите время за 64 года на туалет? Пару лет назад был произведен опрос в Великобритании Компанией, которая занимается производством сантехники И там было сказано, что человек в среднем проводит в туалетной комнате 8 минут в день Итого 130 дней вы проводите вместе с вашим белым другом А теперь вопрос Сколько времени вы тратите на магазины? Будь то это шопинг или поход за продуктами Тут я взял сухую статистику из интернета Но она похожа на правду В год у нас уходит 100 часов Кажется, это много, но по сути это чуть больше, чем 8 часов в месяц И я очень сильно сейчас надеюсь, что никто не напишет в комментариях А я на магазины трачу меньше времени Потому что я покупаю все на Озоне и на Вайлдберрисе И я не езжу никуда Ты дурак, что ли, совсем? Надеюсь, такого комментария я не увижу Потому что все равно эти люди, которые покупают на Вайлдберрисе джинсы Тоже тратят на это время То есть за вашу осознанную жизнь вы тратите на магазины 266 дней Теперь вопрос А сколько времени мы тратим на еду? О, здорово! Здорово! Так есть охота! Опять статья Ученые изучили среднестатистических лондонцев и выявили, что на весь прием пищи в течение дня Они затрачивают не более 39 минут То есть это на завтрак, обед и ужин Давайте возьмем не 39 минут, а 30 минут А это значит, что на еду за 64 года у нас уходит 1 год 122 дня Готовку я не беру, мытье посуды здесь я не беру Просто сидим, кушаем Уборка в квартире Компания Керхер проводила опрос и выявила Что в среднем по миру на приведение дома в порядок и на ведение чистоты затрачивается 2 часа 52 минуты в неделю Гриня! Ты что натворил? Естественно, я возьму число поменьше Думаю, 2 часа в неделю на уборку достаточно В таком случае на уборку квартиры за 64 года мы тратим чуть больше 277 дней То есть при средней продолжительности жизни в 70 лет За вычетом детского сада, так как в это время мы еще только формируемся У нас остается 28 лет, 237 дней И наверняка я что-то забыл посчитать Я не считал, сколько времени уходит на готовку, мытье посуды, воспитание детей Сколько люди тратят времени на больнице, я это тоже не считал Я на госуслугах регистрировался, я вообще без очереди могу Какие нахуй госуслуги? Я не считал, сколько девушки красятся Кстати, можете посчитать, сколько у вас уходит времени на макияж? Написать в комментариях, мне кажется, что там можно еще минусовать 5 лет И смысл этого ролика не в том, чтобы показать, что у нас мало времени Ни в коем случае Смысл этого ролика в том, чтобы мы иногда задумывались А на то ли мы вообще тратим свое время Иногда, например, я листаю ленту вот так вот Сижу и понимаю, что уже прошло минут 30 А зачем я это делаю, я не понимаю, просто листаю Именно поэтому я хочу, чтобы иногда вы просто задумывались Так же, как я в моменте задумался Зачем я это делаю? Сергей, хоррэ! Всем спасибо за просмотр, не забывайте про лайки, подписочки С вами был Сергей Алымов Пока Субтитры сделал DimaTorzok